Наверное, не каждый поймет, почему у меня здесь шприц. А если у вас есть насморк, попробуйте вот такой вот бюджетный вариант промывания носа. Натриохлорид, обычный шприц и до свидания насморк. Я примерно так делаю каждое утро. Как же сложно быть мамой? Вот нужно приготовить покушать, взять вот этого замечательного друга, навести порядок, немного поработать. И вообще, да, как бы, и у нас весь день, каждый день убираясь, каждый день из всех углов я достаю всякие вот такие мелкие предметы. Мне надо, наверное, какую-то корзину в каждой комнате делать для того, чтобы вот это все складывать. Мамочка, у вас так же или я одна такая постоянно из углов достаю какие-то штуки? Вот сейчас пылесосила на кухне и опять вот это все, откуда только могла, подоставала, собственно говоря, вот такую всякую мелочевку, даже ключ от замка. Которому пристегивать надо велосипед, почему-то оказался здесь. Удивительно и странно, так что, да, как-то там. Подстригать челку мне или не подстригать? Ладно, еще над этим подумаю. Ребят, всем привет! Сегодня у меня второй день влога, сегодня вторник. И я постараюсь за одним днем снять влог, потому что, как я вам говорила вчера, у меня совсем нет идей для стационарных видео. Точнее, нет, они есть. Но я пока не совсем готова для того, чтобы сесть перед вами красиво, стационарно все поснимать. Сейчас уже, наверное, около двух часов дня. Я проснулась сегодня очень рада. Рано не вылезла никак к вам в инстаграм, потому что надо было быстро-быстро собраться. Собрать себя, собрать Кирюху. И у нас сегодня было занятие, поэтому все дело достаточно быстро. Пришли занятия в позавтракали, приготовила покушать. Сейчас я делаю быструю уборку, пока у меня Кирюха отдыхает, смотрит мультики. Я тут быстренько решила поснимать влог с вами, поболтать. И, да, сделать уборку, доделать. У нас сегодня на улице, на удивление, вылезло солнышко. Мои молитвы услышаны. И поэтому, да, как-то так. Так что пойдемте, я вам покажу, что у нас творится за окном. Еще, конечно, не совсем небо избавилось от тучек, но уже получше. Уже хотя бы, вот видите, как ярко на улице, и это не может не радовать. Поэтому надо успевать все делать. И тут такой, как бы, нюансик у меня. Я же вовсю пользуюсь сейчас кислотами. Февраль уже подходит к концу, и я понимаю, что уже пора скоро будет с ними распрощаться, потому что, чтобы не спровоцировать пигментацию. Но я не об этом сейчас. И я хотела вам показать все, что происходит у нас на небушке. И какое у нас замечательное сегодня, солнышко. Спасибо, солнышко, что ты пришло. Мы тебя тут с ноября месяца все ждали. Я еще тут разбирала косметику и поняла то, что моя любимая помадка для бровей от L'Etoile. У нее пришел к концу срок годности. И я решила избавиться от этой туши, потому что, блин, меня так напрягает эта щеточка. Я вам сейчас ее покажу чуть поближе. Она, как видите, нереально большая. Это бренд Sephora. Называется туши вот так вот. На самом деле, три месяца она практически у меня была открыта. Может быть, чуть меньше. Но я понимаю то, что все-таки щетка дает многое. Для того, чтобы реснички были красивыми, нужна хорошая, качественная щетка. Формула данной туши мне понравилась. Щетка оказалась неудачной, поэтому у меня не особо получалось ей хорошо прокрашивать реснички. Сегодня я оформляла, кстати, свои реснички. Окрашивала вот такой вот тушью от Benefit. Это мое первое знакомство с тушами от этого бренда от Benefit. Называется она вот так вот. Bad Girl Bang. Правильно? Bad Girl Bang. По-моему, как-то так. И она мне попадалась в коробочке красоты. Вот так вот выглядит ее коробочка. И я надеюсь, что, кстати, написано срок годности после вскрытия 6 месяцев. Удивительно, потому что все пробники обычно пишут максимум месяц, ну либо полтора. Сейчас вам тоже покажу щеточку у этой туши. И она весьма очень такая необычная по мне. Ну вот так вот выглядит эта щеточка. И мне было так сегодня непривычно ей красить реснички, но все-таки что-то получилось. И, видать, после того, как я пролечилась, у меня реснички тоже такие стали как бы не очень симпатичными. Они какие-то повылазили половину, но ничего страшного. Хотя бы у меня ресницы, как вы видели, на лице, на глазах появились. Так что сейчас я все тестирую эту тушь. И потом вам, конечно, расскажу. Но вот эта вот тушь, еще раз говорю, формула понравилась туши. Именно она у меня не сыпалась, не отпечатывалась. Она такая удобная, такая... Я бы сказала, она какая-то восковая. Но все-таки сама щетка такая прям не очень удачная. Ну и бровки я сегодня оформляла вот этим вот карандашом для бровей от Artvisage. Понравился он мне, могу вам сказать так. Он такой чуть-чуть с оливковым подтоном. Он не теплый, не холодный. Он такой какой-то нейтральный. Так что вот так. У меня сейчас осталось, кстати, два карандаша для бровей. Нужно запасы набирать, потому что я переживаю. У меня всегда карандаши для бровей заканчиваются как-то не в пад. Ну и тут, собственно говоря, все, что у меня есть, это сейчас у меня уйдет в пустые баночки. Вам все расскажу в пустышках. И поскакала я доделывать свои дела. Тут мой портретик, где мне здесь 20 лет. Где мои 20 лет? Помните, я вам как-то жаловалась в своем инстаграм на плесень в квартире? Ребята, она меня задрала. Это на балконе плесень, и она вот, как вы видите, она просто жесткочем растет. И это с учетом того, что я постоянно ее смываю, пытаюсь все время как-то это место сушить, обрабатывать всеми народными средствами, антисептиком. Причем я, точнее мой супруг хозяйке квартиры об этом сообщил. Сказал то, что нужно вызывать какую-то спецслужбу, которая бы это все убрала. Но хозяйка, так знаете, у нас как-то не особо впечатлилась видать тому, что мы сказали. И она решила это все проигнорировать. Так что вот так. Ей вообще, в принципе, не нравится сейчас в последнее время то, что мы там от нее что-то требуем, что-то просим, что-то говорим, что нужно там исправлять, либо добавить. Она как-то не очень выбит. Но у нас тут вообще видели, какие жуткие углы. Это все балкон. И вот она вся плесень. Это же скач, ребят. Это просто жесть. Видите, все просто какой-то попадос. Это с другой стороны. Но тут я все вроде бы обработала. Тут вот остатки видно от этой плесени. В общем, все обрабатывала. Я и супруг бесконечно. Мы даже купили такую штуку, которая, в принципе, стоит недешево для того, чтобы она обеззараживала. Тут у меня ракушки с Азовского моря и мой цветочек. Так что вот такие вот дела у нас на балконе. И я, конечно, очень этим всем обеспокоена. Не знаю, как с этим бороться. Если вы знаете, что делать, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что я знаю, что плесень, она вообще очень штука опасная. И как сейчас поступить, я даже не знаю. Хотела еще вам кое-что показать. То, что мы купили в светофоре. И я хотела себе сделать это освещение для съемок. Но у меня ничего не получилось. Но мы прибондрячили ее на балконе. И вот видите, тут такой вот провод с резеткой. У меня... Ой, супруг сделал. Только я так могу снимать. Провод с резеткой. Вот такая штука. И теперь у нас балкон освещается. По крайней мере, мы можем включить. И у нас будет освещаться. Ну и прелесть съемных квартир. Вот смотрите, все обои, которые были, видать, у хозяев. Они наклеились сюда. Ну, ничего страшного. Зато есть крыша над головой у людей, у которых нет квартиры. Они даже радуются таким моментом. Я должна это показать. Я это просто обязана вам показать. Вот видели? У нас были такие обои, были такие обои, были еще вот такие обои, еще вот такие обои и такие обои. Ну, картина маслом, серьезно. Ну, я не могла вам это не показать. Мне кажется, это шедевральная вещь. Обычных квартир на российском рынке, которые сдаются. Ну, и потолок это просто, мне кажется, это... Та-дам! Это красота красотинская. Ну, это, конечно, все косметически можно убрать. Но вот полезен это жопа. Мы вышли на улицу. Кирюха у нас сегодня уже в курточке полегче. Комбинезон сняли, потому что у нас на улице плюс 9 и южак дует. Я прям довольна. Слушайте, мне кажется, я вообще не вылезу из своего спортивного костюма, потому что мне впервые за столько времени, мне в нем дико удобно. Кирюха все равно, кстати, в теплых. Что-то я как-то побаиваюсь. Пошли мы погуляем. И хочу еще в один мот. И в детский мир заглянем, да. Та-дам! А вот и я. А вон Кирюха. А я без шапки. И я такая довольная муха. Муха! Все равно я в теплом паховичке. Хотя, наверное, можно было курточку полегче одеть, но так как время уже после обеда, я знаю, что к вечеру будет достаточно прохладно. Поэтому я решила, пусть будет так. Хочу зайти в детский мир и посмотреть Кириллу вещи, потому что он у меня из всего вырос, прям из всего-всего. И нужно посмотреть, что там есть сейчас. И хочу зайти еще в Ифраше. У нас открылся Ифраше, поэтому хочу еще посмотреть гели для душа. У меня мои просто вкуснятки заканчиваются. Так что, если получится, я там вам поснимаю, покажу. Вот. У нас прям уже все. В воздухе запахло весной. Но старожилы говорят, что еще, возможно, будет холодно. Поэтому не спешу убирать зимние вещи. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас вам покажу цветочки. Я увидела цветочки краснющие, красивущие. Это, по-моему, подснежники. Сейчас вам их покажу. Вот это, по-моему, подснежники зацвели. По-моему, так они называются, либо как-то по-другому. Смотрите, какая красота. Просто цвели, и все, весна пришла. 12 февраля пришла весна. И вот пробиваются разные цветочки. Ну, блин, ну прелесть. Вот эти вот самые первые вестники. Того, что идет весна. Иду, иду, сыну. Видели цветочки цветов, блин. Прелестно. Кто это? Это роза, либо шиповник, да? Не трогай, это колючки. Колючие колючки. Кирюха увидел. А тут, смотрите, уже почки набухают. Все. Привет, весна. Видели? Встречаем весну. Трава зеленая. Классно. Но вот эти меня просто покорили. Шикардос. Вообще восхищаюсь людьми, которые в частном секторе такую красоту возле дома развивают. Какие они молодцы все-таки. Радуют нас, прохожих. Время 9 часов вечера. А мы еще не дома. Мы приехали за мужем. Я приехала забрать мужа с работы. И мне так непривычно немного снимать. И мне непривычно вообще снимать влоги. Но я понимаю то, что надо немножечко разбавлять свой контент. И я около трех месяцев я вообще не смотрела никакие видеоролики. на ютубе. И знаете, что могу вам сказать? Я сегодня пока выкладывала влог. Я посмотрела и поняла то, что блин, что-то как-то я не дотягиваю таких блогеров, которые сейчас на каких уровнях они снимают. Они же вообще все могут снять. И посмотрела там пяткой снимаю. Там все успевают делать. Я вообще поражаюсь. Не знаю, научусь я это делать или нет. Но сразу же могу сказать то, что тот, кто меня смотрит, тот, кто комментирует, лайкает и вообще кто на меня подписывается рядом со мной, я вам хочу сказать большое спасибо, потому что я понимаю, что есть блогеры, которые намного больше вкладываются в качество видеосъемки. Они намного больше тратят на это времени, ресурсов. И они делают все для того, чтобы удержать свою аудиторию. А я вот уже практически четвертый год, я в статусе блогера. Я как-то, знаете, по-другому к этому отношусь. У меня все какое-то любительское. У меня нет желания зарабатывать на вас деньги, на ваших просмотров. У меня как-то нет этого ажиотажа, понимаете. И это и говорит не о том, что я человек, которому не нужны деньги. Вы мне покажите того человека, которому не нужны деньги. Я, наверное, посмотрю на него и удивлюсь. Да, я мама, домохозяйка. Я не работаю. У нас работает как бы только муж. И не сказать, что я не нуждаюсь в денежках. Но у меня почему-то нет вот этой вот, знаете, дикой жилы, наверное, я не знаю, стержня вот этого блогерского, который есть у многих девчонок, у мальчишек, которые прям... Они только выходят на... Куда прячешься? Куда прячешься? Когда они выходят, занимаются... Начинают заниматься видеосъемкой, да, вот. И у них прям глаз горит. Они бегом-бегом собирают, там что-то вкладываются. Кто-то накручивает просмотр, придумывает, химичит. У меня как-то всё, знаете, на лайте я как-то вот... Вот снимаю видеоролик, посмотрела, мне там 15-20 тысяч человек, две сотни тысяч человек. Это, блин, это круто. И хочу сказать, даже когда я выкладываю видеоролик до сегодняшнего дня, когда даже вот в первые часы там смотрят сколько-то людей, я прям вот... Я вижу. У меня ещё есть вот это вот... Аху! Я довольна от того, что меня посмотрели, поэтому, наверное, я ещё как ребёнок, либо наивный человек, либо какой-то другой человек. Хотя... песни поют. У меня, кстати, знаете ещё, что хочу сказать? Обо всём сегодня, сейчас быстренько, быстренько вам обо всём расскажу. У меня Кирюха стал лазить по интернет-магазинам. Я заподозрила, это уже давно, года, наверное, два назад, когда я стала замечать, что Кирюха лазает по сайтам, там детский мир различный, вот эти вот, где продаются игрушки, и он у меня там лазит и в корзину всё накидывает. А я же тоже человек, который заказывает через интернет, и у меня в основном... Подожди, сын, подожди, сын, да скажу мысль. И в основном у меня в большинстве своём случаев уже вбиты все, ну как, сохранены в браузер все мои данные. Я, знаете, судорожно всегда думаю, заказал сын, там не заказал чего-нибудь себе, поэтому, блин, напишите, пожалуйста, как можно чистить вот эту тему в браузере, чтобы у меня сын ненароком себе ничего не заказал. Мне вообще хочется столько тем с вами задеть, поговорить. Она может носить укуси. Да, кстати, мы сейчас ехали, мы видели лису. Я прям вообще была очень-очень поражена тому, что мы сейчас увидели лису. А вы смотрите твоё видео. Ром поворачиваете. Это просто щёлки. Ром поворачиваете. Поворачиваете. Мамочка, пап, я не находилась. Я, в общем, знаете, сегодня была в детском мире, я была сегодня в нескольких вещевых отделах. Я, в общем, смотрела одёжку на весну и, знаете, к какому выводу пришла? Я поняла, что мне совершенно ничего не нравится и я даже не знаю, чем обновить гардероб. Какие-то вот коллекции сейчас там у Зола, Остин, что-то как-то меня не впечатляет. Это как раз те магазины, которые, собственно, позиционируют себя на кэжел-стиль, на ежедневную носку одежду и что-то, короче, я задумалась, что я буду носить весной. А мама мне сейчас хотела Лего... 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 Лего-вэйчер. С преступником. С преступником, да, Лего. И Тойотом. Кирюха у нас тоже подсел на интернет-магазины. Он мне такой говорит, мам, Ого! Да там кран работает! Светом! Со светом кран. Ну, правильно, он освещает. Свет. Покажу сейчас. Свет. Сейчас покажу. Я заподозрила первый раз, когда заметила то, что мне Кирюха лазит по... в компьютере по разным детским интернет-магазинам и смотрит там всякие игрушки. Я когда первый раз увидела, всё, смось из кадра, а то муж узнает, что я тут снимаю влоги, ещё и ребёнка засовываю в кадр. Он меня прибьёт. Вот. И когда я увидела это буквально полтора года назад, ребёнок лазит по... интернету смотрит разные игрушки, я тогда офигела, у меня прям я сидела в шоке. Девчонки, напишите, вообще, вот родители, с какого возраста у вас дети начали лазить по... по каким-то виртуальным местам, когда они восстались интернетом на ты. Вот я как бы не ожидал, что у меня ребёнок уже в таком возрасте, свои пять лет, он у меня будет тут вообще... всё.